Друзья, всем привет! Добрый вечер! Всех с праздником! Мир, труд, май! Всем, кто в курсе, сегодня у меня хорошие новости. Появились новые, появились новые канарейки, молодые, красивые. Вот такая вот у меня радостная новость. Хочу с вами поделиться. Сейчас, пожалуйста, по порядку все продемонстрирую и расскажу. Значит, немножко напомню. Вот здесь у меня вот, видите, уже прищепка пустая. Тут был одуванчик. Прям честно сказать, не успеваю таскать им одуванчик. Утром большой пучочек съели. Сейчас вот тоже после обеда давал. Уже съели. Итак, это вот у меня молодежь, которая в этом году у меня выросла. Здесь, получается, февраль, март. Ну вот с февраля по март и по апрель. Вот я их там покольцевал. В общем, здесь молодежь, которую ранее вы видели. А вот тут по соседству. Здесь, кстати, тоже вылупились птенчики. Буквально вчера вылупились. Сейчас я вам покажу. Малышей своих новых. Самочка быстро спрыгнула. Видимо, испугалась прожектора. Смотрите, друзья. В клеточке вот лист одуванчика, видите? Так она его объела. И немножко, вернее, немножко у меня одуванчика. И вот такой кусочек. Ну, это я уже третий раз кладу такой кусочек яйца. Я как бы стараюсь свеженько подкладывать. Здесь появились малыши. Один появился вчера, позавчера. Вот тот, который крупнее, видите? Уже зобик у него полный. А вот малявка. Фокус поймает сейчас. Вон, видите, зобик полный. А вот малыш, малявочка, родился сегодня утром. Еще особо не кормит, потому что первые сутки они особо не хотят кушать. Ну, так же, как и цыплята, кстати говоря. Первые сутки не обязательно. Ну, или самочка попозже покормит. Но, тем не менее. Так, вот такие малыши. Это у меня вот получается один сегодня, майский. А тот старшенький. В апреле, в конце. Последующий, к апрельски. Я что хотел обратить внимание. Одуванчик все видели. То есть, с первых дней птицы получают одуванчик. Ну, она получала одуванчик, когда сидела на яйце, день через день. До этого она его уже кушала. Сейчас, кстати, одуванчик. Оно просто завались везде полно. Куда ни глянь, у меня везде одуванчик. Я его как-то раз не пополол, не покосил. Он разросся, распространился по всему участку. Так, а вот здесь у меня молодежь, которые вылупились 21 день назад. Обратите внимание, они абсолютно желтые. У меня желтых в этом году особо не было. Мы сейчас с вами только что смотрели детский сад. Давайте сейчас снова посмотрим на предметы желтых. Здесь есть какие-то абрикосовые, какие-то слегка оранжевые. Может быть, как-то через камеру цвет искажается. Но если здесь их штук 10-11 сидит, тут, наверное, два все-таки желтых есть. И то они начинают вон в углу. Видите, вон он, лимончик. Вот-вот-вот, прыгнул на палку. Лимончик. Начинает набирать цвет. А эти, 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 эти уже прям сейчас такие прям хорошо желтые. Сейчас вот отсюда вам сниму. Вот, видите, какой желтый, красивый. Вот желтый. Потом чубатенький. Обратите внимание, вот чубатый, он более насыщенная желтизна. Сейчас возраст у них 21-22 дня. Вот примерно так. Представьте, будет ювельная линька. Он еще желтизну наберет. А в год он еще полиняет и будет еще яркий, желтый. А почему, спросите, у меня эти такие, а те такие? Потому что здесь, вон папашка. Вон, видите, маманька ихня сидит. Вон она, вон она. Вон, видите, как просит, просит, покорми. Вот теперь у них новый папка. А у тех, которые в детском саду сейчас сидят, у них папка другой был. Сейчас я вам его покажу. А мамка у них одна. Мамка одна, а папка вот он. Это вот те, которые в детском саду. А эти совсем другая кровь получается. Ну, по отцу будет другая кровь. И этих я уже смогу поровать с теми. Допустим, если здесь у меня будут все самочки, то это будет очень даже хорошо. Я спорю их самцом от того выводка, от этой самки. Кстати, здесь у меня еще есть один, видите, у него зеленое колечко. Это я кольцевал птенчика, этого самца. Да, это папка. А мамка вон ихняя, там на яйцах сидит. Скоро вылупляться будут. Так, что хочу сказать. Вот, пожалуйста. По поводу одуванчика. Друзья, я не знаю, как вы своих птиц балуете, одуванчиком не балуете. У меня вот, видите, объели. Видите, как объедают. Но это тоже съестся попозже. Сейчас они сперва мягко объедят. А до завтра и этого не останется. То есть, вот, видите, прямое подтверждение с первых дней одуванчик. Ну, один листик небольшой. И буквально каждый день, да, хотел сказать через день, но нет. Каждый день они получают маленький, небольшой. Ну, и как они старше становятся, вот здесь уже было три листка. Здесь самка с самцом. И трое малышей прекрасно едят одуванчик. Обратите внимание по поводу поноса. Не поноса, если кто-то переживает за понос. Давайте сейчас попробуем открыть поддон, если у нас получится. Отлично получается. Вот такой кал. То есть, он не то чтобы густой. Вот, видите. Но вот это поносом не назвать. Кто в курсе, кто не в курсе, вот такого образа кал, это не понос. Здесь вот нормальный червячок, условно говоря, и водичка. Это просто, это если корректно выражаться, если правильно говорить. Это называется разжижение кала. Разжижение кала, это не страшно. Друзья, вот такая вот у меня новость. Так что, завтра будем, завтра будем взвешивать кроликов. Хотел сегодня вместе с вами, но немножко не получилось со временем. Завтра хочу взвесить кроликов, потому что я приобрел новых кроликов. Вернее, вообще я приобрел крольчих себе. И хочу засечь их вес, какой будет привес. Сейчас, кстати, если получится, в конце видео можно будет немножко пойти и посмотреть на крольчих. Если кому интересно, можете немножко задержаться и посмотрим. Просто хочу засечь их возраст. И через месяц на моем питании снова взвесим и посмотрим, какой прирост. Просто я склоняюсь или покупать комбикорм, или делать самодельный корм. Самодельный корм это у меня кукуруза, овес, пшеница. Ну, потом там, кроликам пойдем, расскажу. Вот, что касается щегла. О, ребята, здесь вообще я, честно говоря, первый раз с щеглятиной, с этой. Значит, такая ситуация. Самка снова у нас сидит на яйцах. Кстати, помните, я вам показывал, яйцо было такое слегка длинное. Оно оказалось пустое. Сейчас самка там снесла еще второе, третье яйцо. И она сейчас сидит на яйцах. Ну, щегол вот так ведет себя, когда я прихожу. Так обычно он лазит здесь, я специально замечал. Так, значит, наступил май. Наступил май. Мне многие советовали дождаться мая, потому что у щеглов период размножения, спаривания будет май. Ну, посмотрим. Может, он в мае покроет удачно. Но дело в том, что сидела бы, если это канарейка, сейчас, если бы сидела с кеннером, то сейчас бы уже были заряженные яички с канарейками. Вот с такими вот шикарными птенчиками, красавчиками. Видите, какие лимончики. Будущие лимончики. Вот он сидит на гнездышке. Вот такой. Что-то пережевывает. Сейчас они покинут гнездо. Надо будет уже полностью все сниму, почищу. Потому что уже самка, кстати, дала, эта самочка у меня дала 3 кладки. По 3 птенца она принесла мне. То есть, вообще, умничка. Хорошая мамулька. Всех выкормила. Ну, правда, первую кладочку я немножко помогал. 5 или 7 дней подкармливал. Потом она быстренько собралась духом и начала сама кормить. И прям умничка, в общем, одним словом. Так, это вот ее сестричка. У нее тоже, это, кстати, третий выводок. Так вот, я думаю, что надо уже заканчивать. Три выводка их. И спасибо большое. Так, а здесь будем ждать. Будем ждать. Я сейчас пока пустые яйца у самочки не убираю. Думаю, пусть посидит, отдохнет. А то вдруг сейчас эти яйца забери. Она снова начнет гнездо строить. Ну, чтобы перегруза ей не было, я решил. Пускай посидит примерно недельку, 7 дней. И тогда яйца уберу. Ну, а там будем надеяться, щегол сработает. Ну, а если не сработает, то мы его отпустим на волю, пускай летит к своим. Так, вот, друзья. Мне один человек посоветовал украшать вот это дело туей. Это очень правильно. Потому что я вот украсил елкой. Елка очень сильно сыпется. И вот здесь они прыгают, елку обсыпают и остаются голые ветки. Немножко неудобно. У меня там внутри еще была декорация, но все это испортили. Потому что она обсыпается реально. Все. Сейчас пойдемте я вам два слова о кроликах покажу. Своё пополнение. Кролики адаптировались. Там и кур адаптировались. Потом надо будет видео снимать. Сейчас пока вот так немножечко. Вот, вот они. Вот тут Петька возмущается. Вот такие вот у меня девчули. Вот, пожалуйста. Все-таки это у меня белый великан. А то я когда привез, я забыл как называется. Ну, в общем, сейчас вспомнили и подсказали. Значит, белый великан. Это как продавец сказал шиншилла. Но так и будем надеяться. Так, а это у меня бабочка. Самая такая мне нравится. Ну, вот этот серый дочке нравится. И белый нравится. В общем, все они хорошие. Но мне вот нравятся. Таких у меня никогда не было, честно сказать. Так, видите, какие они у меня попрошайки. Так, у меня тут на скорую руку поилка. Еще не успел сделать. Сейчас мы попоем. Очень они любят пить. Сейчас, дайте. Немножко в нос попал. Сейчас сполоснем. Все, сейчас мы попоем. В нос попал. Немножко чихает. Вот сейчас. По поводу корма, значит, кормлю я просто кукурузой. Также. Это потом, я надеюсь, укрепится. Все, сделаем поилки. Что-то я их налил. Вот, пожалуйста. Пить они очень любят. Пою я их, стараюсь поить. Утром даю воду и вот вечером. Ну, в общем, по возможности воду всегда даю. Все подъели. Надо будет сейчас на ночь насыпать им зерна. Вот видите, как они едят кукурузу. В принципе, не очень, но едят. Очень хорошо едят пшеницу. Потом овес у них идет. И в конце кукуруза. Почему выбрал такую смесь? Ну, потому что у меня от попугаев, от канареек есть в запаснике пшеница, овес, кукуруза. И я думаю, кроликов так буду кормить. А там посмотрим. Будет средний привес? Пускай. Я согласен. Если маленький будет привес, будем думать. Я думаю, поделюсь с вами опытом. Вернее, поделюсь с вами этими вот вещами. Если кто в курсе, то, пожалуйста, пишите в комментариях, чем лучше кормить. Ну, я пока так. А там будет видно. Опять-таки повторюсь. Хочу завтра взвесить ихний вес. И через месяц потом снова взвесим. Контрольное взвешивание сделаем. И посмотрим, да? Посмотрим, кто сколько весит. Видите, как глаза светятся. Это объектив у меня светится, подсветка. Сейчас уже темнеет у нас. Немножко они, конечно, не ожидали, что я приду к ним с фонарем. А так-то они, в принципе, ручные, любопытные, хорошие. Там вот по соседству мальчишка сидит. Вон, видно его, да? У него белые носочки. Кстати, сейчас мальчишку покажу. У меня вообще их двое. Сейчас покажу вам. Ну, вот такой у меня пацан есть. Его судьба вообще. Ко мне он попал таким образом. Был я на ярмарке с волнистыми попугаями. А человек стоял с кроликами. И ему очень понравились мои кролики. Ой, мои попугайчики. И он решил приобрести себе. В общем, мы с ним поменялись. Я ему дал два волнистых попугайчика. А он мне дал два кролика. Я попросил дать самца и самку. Ну, думаю, выбери мне самца и самку. Вот он выбрал. Не знаю, как он смотрел. Может, он ошибся. Может, они не показали, как положено. В общем, они маленькие были. И он подумал, что самец и самка. В итоге у меня получилось два вот таких черных самца. Но этот у меня самец красивее. Видите, как у него пересохло. Так-то они... У него носочки белые и грудка белая. Покажи нам грудку. Грудку покажешь? Не хочет показывать грудку. Ну, в общем, вот там видно. Видите? Носочки белые и грудка белая. Вот такой у меня есть мальчишка. А другой полностью черный. И вот решил я этим мальчишкам взять две самочки. Но мимо бабочки пройти не смог. Взял себе еще и бабочку. И теперь у меня три девчонки и два пацана. Вот такие вот новости на сегодняшний день. Ну, все, друзья. Давайте. До свидания. Подписываемся. Всем всего хорошего. Уже немножко заговариваюсь. Все, ребятки. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok